Работа егеря, она для души. Так говорит Владимир Шевченко. Уже 10 лет он охраняет животных в мамонтовском заказнике. А еще горячо любит песни британцев и американцев. Оригинал, потом шокинг блю и негритос. Ну они уже рэп туда добавляют. Зимой Шевченко занят подкормкой диких животных. Когда лось не может пробить толщу снега, Владимир Алексеевич наполняет кормушки. Главный враг, конечно, диких животных в наших местах – это температура воздуха. Как утверждают охотоведобиологи, что минус 16 и ниже уже лосю плохо в водном смысле, в балансе водяном. Зимняя подкормка – это возможность снизить риск голодной смерти и остановить миграцию. Оттона сена, овса и ячменя увеличивают популяцию даже зимой. Мы все начали делать? Да, я проехал. Как можно посчитать? Как проходит зимний учет? По следам. Закладываются маршруты для проведения учета. Зимой по свежему снегу проезжается по этим маршрутам и на этих маршрутах считается количество пересечений. Далее есть специальные формулы, методика, по которым рассчитывается карточка по каждому маршруту. Так, а что, мы прем, да? Дальше. Поедем на сену, ага. Работы хватает, как и корма. Площадь заказника почти 10 тысяч гектар. И здесь против браконьеров один охотовед. Соотношение затраченных сил и оплаты труда хромает. Сегодня в крае егерь получает в среднем 13 тысяч рублей. Поэтому на Алтае молодых в этой профессии нет. Хотя раньше было иначе. Живут в поселке Мамонтово на Алтае Алексей Федорович и Татьяна Петровна Кочегаровой. Он вернулся к ней героем. Снайпер. На его счету больше сотни немцев. В бою Кочегаров освобождал Новгород, Выборг, Прибалтику и Польшу. На Ленинградском фронте лично обучил 400 стрелков. А это тысячи убитых фашистов. Однажды мы вернулись с очередной охоты. Добыча была хорошая. 13 фрицев. Мы сидели, обсуждали прожитый день. Вдруг к палатке, у которой я сидела, прилетела мина и упала прямо у моих ног. Не растерялся только Алексей Федорович. Он схватил мину и отшвырнул ее за бруствер. Раздался взрыв. Алексей Федорович был представлен к высшей награде. Званию Героя Советского Союза. Но не получил его. Правда, летом 44-го награжден серебряной звездой от президента США. Но не вынуждены. Дайте Кочегарова. Политоотдел за меня стоял, батинка мой. Он говорит, нам нужен. Мы его берегем, как Зениса Ока. После фронта Алексей Федорович стал егерем. Ему было 37. Односельщиниз знали, что под его прицел браконьеры попадали часто. Хотя зачастую не понимали, как егерь отслеживает нарушителей. Ведь ускользали единицы. Получалось как-то по-снайперски. На десятку. Мамонтовский заказник единственный в России носит имя фронтовика. Сейчас его строгий взгляд охраняет границу. К слову, этого захотели сами жители. Сегодня старого егеря уважают, как при жизни. Русский мужик самый романтичный во всем мире. Это все знают женщины мира. Вот. Слушаю музыку. Кинотернер поет песню «Тимми Уиндлз». Когда в Алтайском лесу слышен тихий звук бас-гитары и ударных из 60-х, настоящий хиппи, а по-русски лесник. Владимир Шевченко вновь садится на снегоход, чтобы накормить лосей и косуль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова